Здравствуйте! В эфире программа «Диалог». Сегодня предлагаю обсудить некоторые данные региональной статистики. Присоединяйтесь. 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 340-043. Сообщение можно отправить в Вайбер. Номер плюс 375-29-340-043-3. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович. Здравствуйте, Ольга. Сегодня отмечается Всемирный день народонаселения. В этом году он проходит под ложингом «Успех планирования семьи. Предпосылка устойчивого развития». Поясните, пожалуйста, почему эта тема так важна во всем мире, что вот ее так высоко заявляют для Всемирного дня народонаселения? Дело в том, что не секрет, и я думаю, что все телезрители знают об этом, ежегодная численность населения планеты увеличивается. Соответственно, появляются и демографические проблемы, особенно в странах Африки, Азии. Ну и с количественным ростом населения, с активной деятельностью населения появляются экологические проблемы. Ну и с целью недопущения гибели планеты Организация Объединенных наций приняла решение об утверждении Международного дня, Всемирного дня народонаселения. Он был учрежден в 1989 году, ну а впервые был отмечен международными организациями, в том числе Организация Объединенных наций, 11 июля 1990 года. Ну, население прирастает неравномерно, где-то это слишком большой прирост, да, а у нас, к сожалению, иногда совершенно обратные бывают тенденции о том, собственно, как планируется, как формируются семьи. Мы поговорим с вами чуть попозже. У нас есть телефонный звонок на линии. Здравствуйте. Мы готовы вас выслушать и ответить на ваш вопрос. Здравствуйте. Меня зовут Татьяна. Вопрос мой такой. Из газет знаю, что иногда мошенники представляются работниками отдельных государственных структур. А как отличить ваших работников от мошенников? А вам звонили, представлялись, что собирают статистику? Ну, нет, я... Мой вопрос такой, понимаете, как... Нет, мне не звонили конкретно, да, но я знаю, что такое вот может быть. Такое может быть. И, на самом деле, в преддверии переписи, которая на будущий год запланирована, это, конечно, актуальный вопрос. Я думаю, что нужно гражданам пояснить, пожалуйста, расскажите. Спасибо большое. Вы, на самом деле, на важную тему обратили внимание. Вячеслав Владимирович, как отличить вот пришел представитель управления, либо же мошенник? Ну, во-первых, любой наш сотрудник, он имеет удостоверение, соответственно, утвержденного образца с его личными данными. Поэтому в случае, если представляется работника органов государственной статистики, то тому человеку, к которому он пришел и заявляется, что мне вот надо тут какое-то обследование у вас провести, то, конечно же, необходимо в первую очередь затребовать документ, вот. Повторюсь, которым все данные и фотография будет, то есть, как бы все сразу видно, кто это и из какой организации. А у переписчиков будут такие документы, у людей, которые будут переписью заниматься? Это, они входят в состав временного переписного персонала в соответствии с законодательством. Такое название. Вот. В обязательном порядке будут удостоверения, вот. И они будут иметь планшет, будут иметь сумку для планшета с логотипом переписи. Поэтому я думаю, что любой человек сможет отличить мошенника. Нужно обращать внимание, только не верить на слово, а проверить документы. Я хотела бы еще поговорить о демографии, прежде чем мы к переписи непосредственно перейдем. Накануне Всемирного дня народонаселения Белстат опубликовал данные, согласно которым Беларусь занимает шестое место по численности населения среди стран СНГ. При этом в Европе мы 17-е, а в мире 92-е. Чуть-чуть не дотянули до 9,5 миллионов. Расскажите, пожалуйста, подробнее о нашем регионе, а сколько нас, гомельчан? Ну, по состоянию на 1 января 2018 года в Гомельской области насчитывалось 1,415,749 человек. Это такая точная цифра. Тоже до полутора не дотянули? Да, не дотянули, к сожалению. Ну, а численность самого города Гомеля, она составила на ту же дату 535,693 человека. Если говорить о городском населении в целом области, то оно составляет 77,3%. Соответственно, 22,7% составляет сельское. Ну, если так точные цифры, то 1,094,904 человека – это городское население. Соответственно, сельское – 320,845 человек. Вячеслав Владимирович, у нас есть телефонный звонок на линии. После мы продолжим. Здравствуйте. Здравствуйте, пожалуйста. Ваш вопрос задавайте его в прямом эфире. Здравствуйте. Вячеслав Владимирович, это Светлана, город Ветка. Подскажите, пожалуйста, какие обследования среди населения нашей области проводятся и будут проводиться в этом году статистикой? Спасибо. Спасибо за вопрос. На постоянной основе мы проводим три обследования. Это выборочное обследование домашних хозяйств по трем направлениям. А именно, обследование личных подсобных хозяйств граждан, которые проживают постоянно в сельской местности. Кроме того, по обследованию по уровню жизни и по изучению проблем занятости населения. И вот в этом году проводится у нас впервые такое обследование. Значит, под эгидой ЮНИСЕФ проводится обследование лиц с ограниченными возможностями здоровья. Ну и полученные данные потом впоследствии будут использованы для разработки программ для помощи таким лицам. Это международное обследование, оно проводится не только в нашей стране. Ну и кроме того, еще в этом году запланировано тоже под эгидой ЮНИСЕФ проведение шестого раунда многоиндикаторного кластерного обследования по оценке положения детей и женщин в нашей стране. Ну, в данном случае в нашей области. Значит, будут, ну там, оно проводится, в общем-то, уже шестой раунд. То есть не первый год проводится, но не каждый год, а через какой-то промежуток времени. И порядка 50 стран такое же обследование проводят. То есть оно, можно сказать, в глобальных масштабах проходит. Это постоянные участники или они каждый раз новые? Нет, это разные участники. А как вы их выбираете? Ну, дело в том, что таких респондентов выбирает сам Белстат. В случае, ну, это можно сказать, ну, таким, не специально кого-то отбирает, а, в общем-то... Случайным выбором? Случайным, да, случайным выбором. Ну и в случае, если человек отказывается, конечно, никто его не будет заставлять требовать. Опрос ведется по телефону или лично? Нет, опрос ведется лично. Наши сотрудники выходят, общаются с людьми, заполняют соответствующие дневники, вот, в которых достаточно много вопросов. Прежде чем пустить к себе в квартиру, спрашивайте удостоверение. Обязательно. Это обязательно, да. Я хотела бы продолжить. Мы говорили о том, что в нашей области более чем три четверти населения проживает в городах. Расскажите, пожалуйста, помимо города Гомеля, какой у нас город считается самым крупным? Ну, конечно, это Мозырь. Почему, конечно, наверное, все об этом знают, что Мозырь – это крупнейший центр, вот, в Гомельской области. Сколько сейчас там населения? В самом городе 111 733 человека, а в Мозырском районе 133 400 человек проживает. Ну, если говорить, так скажем, на контрастах, то небольшой, самый маленький, можно сказать, район в области – это Наравлянский, и численность населения которого на 1 января текущего года составила всего 10 427 человек, а в самой Наровле – это 8046 человек. Самые редкие люди живут в Наровле, в Гомельской области. Расскажите, пожалуйста, подробнее о том, как выглядит демографическая структура нашего общества, какую долю составляют дети, молодежь, трудоспособное население и пожилые граждане. Это тоже важно. Ну, конечно, демографическая или половозрастная структура населения, она состоит из трех основных возрастных групп. Это население моложе трудоспособного возраста, и его доля составляет 18,3%. Население трудоспособного возраста – 56,6%, и население старше трудоспособного возраста – 25,1%. На начало 2018 года в области проживало 285,3% детей в возрасте от 0 до 17 лет. Ну, а это каждый пятый, можно посчитать, это каждый пятый, в общем-то, житель области. К категории молодежи относятся лица в возрасте от 14 до 31 года, и их в области проживало на начало года 273,2% человек. Недавно мы в новостях рассказывали об одной из самых трогательных акций, которые есть в нашем обществе «Беларусь с любовью к детям», когда к мамочкам, которые родили своих детей 3 июля, приходили прямо в палаты, члены объединения «Беларусь», их поздравляли с подарками. Акция – это уже около 10 лет в нашей стране. 26 детей, вот мы всегда знаем, сколько детей родилось 3 июля, в этом году 26. А есть ли данные, сколько в среднем, в обычный какой-то средний день рождается детей в Гомерской области? Ну, да, это можно, конечно же, рассчитать. Вот, в принципе, в 2017 году, в 2017 году ежедневно, в среднем, рождалось 44 ребенка. Ну, если взять, там, 15-й, 16-й год, 15-й, он, можно сказать, там, был более, в целом более детей родилось, большее количество, чем в предыдущие годы и в 2017 году. Соответственно, 51 ребенок, а в 16-м и 14-м – 50. Ну, вот тенденция такая хорошая пошла на спад, как видно, да, потому что в этом году уже заметно меньше. Мы об этом еще поговорим, а сейчас вопрос прозвучит от нашего телезрителя. Здравствуйте. Здравствуйте. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос, вы в эфире. Здравствуйте. Меня зовут Наталья. Я тоже слышала, что будет проводиться перепись населения, вот более точную дату ее, если можно. И что вообще нам от нее ожидать? Какую информацию, может, сведения мы можем почерпнуть в результате проводимой переписи? А мы все расскажем очень подробно, и у нас есть даже сюжет на эту тему, поэтому оставайтесь с нами, смотрите нас внимательно. Пока только скажем, что это 2019 год, период… С 4 по 30 октября. Давайте продолжим. Итак, рождаемость в регионе максимального показателя достигла за 20 лет в 2015-м, на свет появилось более 18 тысяч детей. И, пожалуйста, прокомментируйте, каковы тенденции? Когда у нас была самая высокая рождаемость в Беларуси и когда наименее высокая? Ну, если говорить, наверное, о Гомельской области, то в 2015-м году, если брать последние 20 лет, то был действительно всплеск рождаемости. Это родилось в 2015-м году 18 тысяч 480 детей. А за предыдущие 20 лет, если брать тоже, это 1978-1998 годы, он наблюдался в 1983 году, и это было… на свет появилось 30 141 ребенок. Ну, к сожалению, да, вы правильно уже отметили, что есть тенденция к снижению, но опять же, вот, я думаю, что не придется нам 20 лет ждать еще. Думаю, да. А как вы думаете, какие меры могут помочь повысить рождаемость в регионе? Вячеслав Владимирович, мы поинтересовались мнением гомельчан по этому вопросу. Давайте его узнаем. Прежде всего, социальными программами. Поддержка государства. Потому что, прежде всего, обидно то, что не входит в стаж, уход за ребенком и декретные отпуска. Все это, если 2-3 ребенка, значит, уже потеря. 3-6 лет потеряли мамы. Ну, и к тому же, конечно, хотелось бы, чтобы пособие, соответственно, увеличилось. Ну, и, наверное, даже, может, сады более комфортабельные детские, чтобы удобнее было в группе 15-18 человек максимум, даже, может, и меньше, чтобы, может, даже не государственные, какие-то коммерческие детские сады были, чтобы была альтернатива ребенка была, куда определить. Ну, а в основном, конечно, желание папы и мамы. Если они не хотят, то никакая государственная поддержка их не будет стимулировать. Нужно желание иметь ребенка, их любить, знать, что они наше будущее, наша поддержка в старости, ну и все остальное. Добавить каких-то социальных льгот. А конкретно вы можете что-то предложить? Ну, допустим, вот у меня сестра живет в 104-м микрорайоне, тут очень не хватает детского сада. Я думаю, это простимулировало бы. Обеспечить, ну, достойный прожиточный минимум, создать капитал, чтобы рождались дети. Ну, наверное, на рождаемость влияет все-таки стабильность. Стабильность заработной платьи, стабильность в жилье, стабильность в семье. Немножко поменялись, мне кажется, ценности семьи. Какими они стали? Ну, все-таки, как-то отношения между мужчиной и женщиной стали все-таки свободней. Поэтому, наверное, изменилась ценность семьи. И как-то, и поэтому женщины, наверное, стали меньше рожать, потому что не так стабильно стала обстановка. Кредиты на жилье доступны, помощь молодым семьям, чтобы были побольше садов, поликлиник. Детских. Я считаю, что надо, чтобы было побольше льгот, чтобы как-то поддерживали больше этих рожениц. Тогда они будут и рожать больше. Повысить там пособия для детей. Бесплатные, например, детские кружки. Денег больше. А еще? Не знаю, что больше. Чтобы заинтересованность была у каждого человека. Увеличение зарплаты, то есть повышение благосостояния граждан, молодых семей, я не знаю, позволит, ну, более лучшее дать образование детям. То есть они будут уже знать, что имея материальную поддержку от государства, они смогут дать лучшее образование, дать лучшее воспитание. Там можно будет посещать разные секции, кружки, не заботясь, как бы не отвлекаясь на дополнительный какой-то заработок. Там третья, вторая работа. Государство в любом случае должно защищать женщин и помогать им как-то, чтобы у них не было, так сказать, страха рожать детей и как их воспитывать, как их растить и так далее. То есть государство должно помогать женщинам как-то в этом плане. Я считаю, что, чтобы повысить рождаемость, женщина у нас в Беларуси должна быть защищена материально и социально, дабы у каждой женщины есть страх перед будущим ребенка. Ребенок не защищен, женщина не защищена, кушать нужно что-то, учить. Ну, обычные проблемы, я думаю, что каждая женщина думает так же. Можно было бы иметь не одного ребенка, а несколько. Поэтому проблема в защите. Вы смотрите «Диалог», мы обсуждаем данные региональной статистики. И принимаем в нашей студии прямого эфира очередной телефонный звонок. Здравствуйте, мы слушаем вас. Алло. Добрый вечер. Здравствуйте. Меня зовут Ольга. Я неоднократно слышала, что у нас женщин больше, чем мужчин. В связи с этим хотелось бы все-таки узнать, сколько женщин и мужчин проживает в Гомбинской области. Спасибо большое. Ольга, вопрос важный. Тут еще важный есть момент, что в разный возрастной период эти данные могут быть разными, правильно? Да. Расскажите, пожалуйста, сколько у нас на количество девчат, количество ребят в области? Ну, на начало 2018 года в области проживало 659 тысяч 700 мужчин и 756 тысяч женщин. Ну, и на тысячу мужчин приходилось 1146 женщин в городской местности, в том числе 1166, и в сельской местности 1081 женщина. На самом деле жуткие цифры, да? Потому что если представить, что из каждой 1146 женщин уже потенциально остаются одинокими, то это так печально. При том, что мальчиков всегда статистически больше рождается. В каком возрасте начинается этот разрыв между полами? Ну, по данным прошлого года, статистическим данным прошлого года, этот разрыв происходит в возрасте 35-39 лет. Причем, если для городского населения, то этот разрыв на возраст 30-34 года. А для сельского населения это 60-64 года. Ну, вот на женщин, на женское население, эта конкуренция, она, в принципе, влияет хорошо, потому что женщины у нас очень красивые, очень ухоженные, очень хозяйственные. Белорусские этим славятся, женщины замечательные, конкуренция большая, нужно соответствовать. А вот с мужчинами что происходит? У вас есть мнение? Ну, есть, конечно. Я думаю, что основная причина вот именно вот этой тенденции, это то, что мужчины трудоспособного возраста и, наверное, состояние их здоровья и то, что является причиной их смерти, это, наверное, то, что по статистике, в принципе, мы это видим, мы это знаем. Каждый четвертый мужчина умирает от внешних причин, которые не связаны с заболеваемостью. То есть, например, это отравление алкоголем, либо это смерть в результате каких-то транспортных происшествий, утоплений, ну и других таких вот неприятных и катастрофических причин. Вот интересно, что же с этим делать собираются во всем мире, потому что тенденция, конечно, она, наверное, в большей степени для стран СНГ свойственная, немножко она в других странах иначе выглядит, но по большому счету вот эта смертность мужская проблема всего мира. Интересно, как ее собираются решать. Сейчас давайте выслушаем нашего телезрителя. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаю вас. Меня зовут Юрий, я проживаю в городе Гомеле. Меня интересует вопрос, сколько проживает в Гомельской области белорусов? Белорусов, то есть по национальному признаку вам интересно разделение. Вячеслав Владимирович, есть у вас такая статистика по национальному? Есть. Такая статистика, конечно, есть, но хочу заметить, что данные по национальности, они появляются у нас только в результате проведенной переписи. Поэтому статистика предыдущей переписи, то есть статистика 2009 года, в Гомельской области проживало 88% белорусов, 8% россиян, 2% украинцев. Ну да, прошедшие 10 лет они, в общем-то, характеризовались различными тенденциями, миграционными процессами, в том числе, я думаю, что перепис будущего года подскажет, наверное, некоторые другие цифры, хотя, может быть, и нет. Нам нужно бы перейти уже к сюжету, но я хотела бы еще по поводу увиденного опроса спросить ваше мнение, почему нам так важно, чтобы как можно больше детей рождалось. Потому что у нас сейчас на двоих работающих один пенсионер приходится, а с течением времени могут они сокращаться, эти показатели. Поэтому детей должно быть больше, чтобы было кому обеспечивать неработающих граждан, пожилых в будущем. Как вы думаете, что в этом важно, важнее всего, чтобы детей рождалось больше в стране? Ну, я думаю, конечно же, в первую очередь это пропагандирование духовных ценностей в части сохранения семьи, в части поддержки ее. Ну и, конечно, поддержка государства, семей, особенно семей, где два и более ребенка. Да, о том, что людям нужно, очень хорошо, сами люди сказали, что это исчерпывающе. Да, с ними согласен. Это все прозвучало. Помочь узнать больше о том, кто же мы такие белорусы, призвана перепись населения, которая пройдет, как мы уже говорили, в октябре 2019 года. Но подготовка к ней идет уже сейчас. Предлагаю посмотреть сюжет и узнать. В Беларуси готовятся к переписи населения. Она проводится каждое десятилетие и на этот раз пройдет в 2019 году. С 4 по 30 октября переписчики обойдут каждый дом и квартиру. После обработки данных станет известна не только численность белорусов, но и размещение населения по территории, семейное положение жителей, информация об образовании, занятости и других аспектах жизни. Все это нужно для определения перспектив социально-экономического развития страны в целом. Интересно, что в переписных листах появятся новые вопросы. Они будут касаться сельскохозяйственной деятельности жителей. Например, сколько деревьев на участке, какими культурами засажены огороды, имеются ли на подворье скот, птицы или пчелы. Со всеми вопросами можно уже сейчас ознакомиться на сайте Национального статистического комитета Республики Беларусь, В целом, перепись 2019, без сомнений, будет гораздо современнее и технологичнее, чем предыдущая. Так, каждый переписчик получит планшет с программой, в которую сразу будет вносить данные респондентов. А они в режиме онлайн отправятся на сервер. Мы не новаторы, да, но в Беларуси это проводится впервые. Это будет впервые проводиться в Беларуси. Именно на планшетных компьютерах будет специально разработано программное обеспечение для этих целей. И, собственно говоря, что позволит гораздо быстрее, скажем так, удобнее будет работать переписчику и непосредственно самому опрашиванию. Это займет гораздо меньше времени, нежели как раньше все это проводилось на бумажных носителях. К переписи в каждом уголке Гомельской области активно готовятся уже сейчас. На всех многоэтажках и частных домах должны появиться адресные таблички с номерами домов и, где это необходимо, названиями улиц. Наша съемочная бригада отправилась в Зябровский сельсовет Гомельского района, чтобы узнать, как идет подготовка в деревнях и поселках. В составе сельсовета семь населенных пунктов. Всего около 2200 жителей. О том, что через год пройдет перепись населения, здесь давно знают. Например, об этом рассказывают во время подомовых обходов с мотровыми комиссиями. Кто-то сам вешает табличку с номером дома или названием улицы. В некоторых случаях сельсовет эту работу берет на себя. Уже закупили 72 таблички и обозначили самые проблемные места. Например, перекрестки. Проверяют и состояние подворья. И это не только к переписи. За порядком на приусадебных участках здесь следят постоянно. Статистика должна быть правильной. В нашем сельском совете данный вопрос поставлен на определенный уровень. При обращении граждан для реализации сельхозпродукции, за получением справки на сельхозпродукцию, мы непосредственно выезжаем на каждое домовладение и убеждаемся о наличии данной сельхозпродукции, произведенной на определенном участке. Поэтому люди, привыкшие к этому, они с удовольствием идут на сотрудничество в данном плане и предоставляют информацию в полном объеме. Иначе, вы понимаете, справка выдается только по фактическому наличию данной продукции. В ноябре в городах и крупных сельских населенных пунктах все жилые здания обойдут регистраторы. Они получат актуальный картографический материал для предстоящей работы переписчиков. По последним данным, численность жителей Беларуси примерно 9,5 миллионов человек. В Гомельской области проживает почти полтора миллиона. Из них в Гомеле около 535 тысяч. Перепись допускает погрешность в районе 5%. Но если каждый житель области ответственно отнесется к этому важному для страны статистическому исследованию, то мы узнаем совершенно точно, сколько нас, жителей Беларуси. Вы смотрите диалог. Начальник главного статистического управления Гомельской области Вячеслав Перников. Сегодня у нас в гостях и мы принимаем в студии прямого эфира очередной телефонный звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаю вас. Меня зовут Виктория. Вот смотря вашу передачу, хотела бы спросить. Скажите, пожалуйста, в каком возрасте вот гомельчанки, наши женщины, первый раз становятся мамами? Спасибо, Виктория, за вопрос. Вопрос очень хороший. Да, действительно вопрос хороший. Ну, по статистике, в последнее время хочу сказать, что этот возраст, конечно, он увеличивается. Если раньше это был 24,9-10-х года, то сейчас это 27-27, по-моему, 2-10-ых. Вот, действительно, есть, скажем так, тенденция к тому, что возраст матери, рождающий как первого, так и второго ребенка, он немножко растет. Ну, уровень медицины растет и продолжительность жизни растет, поэтому это мировая тенденция. И, в общем-то, наверное, хорошо, что мы ей соответствуем. Я бы хотела по переписи поговорить, коль уж затронули. Вот иногда некоторые несознательные граждане не хотят участвовать в переписи, и переписчиков к себе не пускают. А в старые времена, все знают эту историю, некоторые сознательные граждане шли пешком из Назарета в Вифлеем, рискуя здоровьем беременной женщины, только для того, чтобы их переписали. Вообще, мы не в Вифлееме. Коль у переписчиков есть планшет, так, может быть, уже пора перепись полностью перевести в онлайн-режим? Ну, действительно, это было бы замечательно. Во-первых, это упростило бы работу переписного персонала. Вот, и хочу сказать, что такой вопрос рассматривается. Ну, пока решение, конечно, не принято, потому что тут определенные моменты есть по обеспечению конфиденциальности информации, потому как вся информация, получаемая от респондента, в данном случае гражданина, от каждого гражданина, она будет строго конфиденциальна, и она не должна разглашаться, и не будет разглашаться. Потому что на выходе мы получим уже итоговые данные, обезличенные, то есть общее количество. Вот, и что бы еще хотелось сказать по предстоящей переписи, что впервые у нас в стране будет проводиться перепись, не просто положение граждан, их жизни, но и, так называемые, будут присутствовать в переписных листах, так называемые сельскохозяйственные вопросы, то есть, если есть у человека участок, что он выращивает на этом участке, какие овощи, фрукты, вот, если у него домашнее животное, ну, имеется в виду, понятно, не собаки, кошки, а крупный рогатый сход, да, вот, для того, чтобы в целом потом определить производство сельхозпродукции в рамках района, области, области и всей страны. Вот, ну, так достаточно интересные тоже вопросы, и вот, как показала пробная перепись, которая проводилась в октябре прошлого года в Молодечно, ну, люди так, в общем-то, интересуются, куда же пойдет, пойдут в итоге эти данные, ну, вот, в принципе, я уже ответил, куда эти данные пойдут, они именно нужны для того, чтобы можно было рассчитать к производству, к объему произведенной сельхозпродукции предприятиями сельскохозяйственными, так и добавить сюда население, то есть, вот этот общий объем, он и будет потом фигурировать в следующем в расчетах. К нам присоединяется наш телезритель, вопрос, по-моему, у нас есть на линии тоже, касающийся переписи, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Меня зовут Дмитрий, в данный момент я работаю водителем, и меня вот такой вопрос интересует. Если в момент переписи я буду отсутствовать дома, образы, конечно, могу ее пройти? Резонный вопрос. Поясните, пожалуйста, на самом деле дома застать людей не так-то просто? Действительно, поэтому перепись, в общем-то, и проводится с 4 по 30 октября, то есть достаточно большой период. Но хочу отметить, что если человек будет отсутствовать в своем населенном пункте, там, где он проживает, ну, по каким-то причинам, но будет находиться на территории Беларуси, то он может в любой стационарный участок, там, где он находится на момент проведения переписи, обратиться в любой стационарный переписной участок и переписаться там. Значит, либо это могут сделать его родственники, с которыми он проживает, соответственно, либо это может быть вариант, повторюсь, если будет принято решение о том, что посредством глобальной сети интернет будет такая организованная перепись, то таким образом. Единственное, что необходимо будет вот в первых, вернее, во вторых, во втором и в третьем случае необходимо будет назвать идентификационный номер, который у человека в паспорте находится. Сколько нужно времени для обработки данных по всей стране, чтобы можно было их уже обнародовать после проведенной переписи? Ну, это достаточно большой трудоемкий процесс, но, тем не менее, планируется, что первые данные будут где-то во второй половине 2020 года. То есть это больше года, больше года, да, нужно на обработку? Ну, почему? Нет, во второй половине это же, да, ну, я думаю, что менее года это будет, да. Да. Около пяти минут остается до окончания нашей программы, мы еще о многом не успели поговорить. Хотелось бы, такой, для полноты, ну, вот этой демографической картины, знать, насколько эти показатели, о которых мы с вами сегодня говорим, насколько они характеризуют демографическое благополучие нашего общества. Есть такие критерии, по которым она определяется? Расскажите, пожалуйста. Ну, я думаю, что одним из таких показателей, достаточно важных и значимых, это, конечно, ожидаемо продолжительной жизни при рождении. Ну, и вот за прошлый год этот показатель составил по нашей области 73,9 года, в том числе продолжительность мужчин 68,5 года, женщин 78,9 года. А за последние 7 лет наметилась достаточно устойчивая такая тенденция увеличения вот этого срока, вот этого продолжительного срока. И если в 2010 году 69,7 года составлял этот показатель, то, повторюсь, за 17 это уже 73,9. То есть, ну, достаточный прогресс в этом вопросе, я считаю. Ну, то есть устойчивая тенденция, она и есть, и это свидетельствует о том, что предпринимаются не только властью меры к тому, чтобы продолжительность жизни увеличилась, но и сам народ старается более вести более правильный, более здоровый образ жизни. Вячеслав Владимирович, скажите, пожалуйста, какие показатели характеризуют качество нашей жизни, уровень жизни населения, наши доходы и расходы? Да, конечно, наши доходы и расходы, это очень важно. Вот одно из обследований, которое мы проводим, оно касается именно, как уже говорилось ранее, о доходах, о доходах населения, о доходах и расходах. Значит, ну, конечно, и основные показатели, которые характеризуют уровень жизни. Ну, вот я могу привести цифры. В расчете на домашнее хозяйство в прошлом году доходы составили 926 рублей в месяц, расходы 887. Домашнее хозяйство, это имеется в виду семья? Это имеется в виду, да, это может быть, ну, вообще, если говорить статистическим языком, то это те люди, которые проживают в одном месте, помещении, да. Вот, и он может быть, это может быть и из одного человека домашнее хозяйство, из трех, из пяти, то есть разные могут быть варианты. 900 рублей на семью? 926 рублей, это, да, это делится же и на детей, и, допустим, на, если есть пожилые люди, то есть все доходы. Вот, и в структуре расходов домашних хозяйств 77% занимают потребительские расходы. Это расходы на питание, если так кратко, 270 рублей на алкогольные напитки, табачные изделия 20 рублей, я уже без десяток говорю, чтобы так, на непродовольственные товары 226 рублей, на оплату услуг 167 рублей, 8% на вклады и сбережения, 4% на расходы на строительство, покупку недвижимости, и еще 4% это налоги, расходы на личное подсобное хозяйство, ну, и какие-то другие платежи. Ну, на то, чтобы откладывать, да, пока особо речи не идет, чтобы какие-то накопления производить, потому что тут все, все расходуется. Так, если очень быстро, Вячеслав Владимирович, были какие-то цифры, факты, которые вас лично очень впечатляли или поражали, или вас сложно чем-то удивить? Ну, я думаю, достаточно сложно меня удивить в силу специфики работы, но в то же время я хочу сказать, вот о переписи сегодня уже достаточно поговорили, мы в нашей передаче, в вашей передаче, действительно, вот, ну, это очень масштабное событие, очень значимое для нашей страны, поэтому вот это событие для меня было, наверное, предстоящее событие, я желаю его, подготовка. Оно будет действительно интересным, и я думаю, что накануне мы обязательно встретимся, все нюансы обговорим, поэтому, уважаемые телезрители, следите за сообщениями из информационных выпусков, будем рассказывать, как это, что будет происходить. Ну, а на сегодня все, спасибо за участие в нашей программе. Спасибо, что пригласили. Начальник главного статистического управления Гомельской области Вячеслав Перников был сегодня у нас в гостях, спасибо вам за внимание, за ваши вопросы, и до встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин